Маткульт, привет всем, друзья! А кто это? А это Гриша Мерзон! Привет, Гриша! Спасибо, что снова к нам пришел. Но так как те, кто видели Гриша в тот раз, составляют теперь менее половины подписчиков канала, я думаю, с тех пор он кушнему удвоился, то я, значит, представляю для тех, кто Гриша еще не видел. Так, ты из МЦНМО, да? Да, я работаю в МЦНМО и работаю в журнале Квантик и в высшей школе экономики на Матфаке. А МЦНМО, если вдруг кто-то не знает из наших новых подписчиков, это московский центр непрерывного математического образования. Непрерывного не в смысле функция претерпевает разрыв или не претерпевает его, а в смысле без отрыва от производства, да? Ну просто везде. Нет, везде и всюду всегда вообще, без отрыва от еды, без отрыва от спанья, вот просто непрерывного такого тотального математического образования. Вот. Я хотел как раз рассказать про один сюжет, который был как раз в журнале будут тупить над школьными задачами, а не аналгебриджеской диаметрией. Но бывают какие-то разные фигуры на клетчатой бумаге, и можно интересоваться, какая площадь у такой фигуры. Ну и вот, не знаю, вот чему учат прямо в начальной школе, мне кажется, всегда... Три с половиной. Ну вот такой детский рецепт, наверное, самый простой, который может быть такой, что вот, ну как можно вообще прикинуть, вот что можно в детском саду учат, посчитать количество клеток, занятых полностью, да, вот эта клетка занята полностью, а остальные клетки, ну, чтобы не считать, можно посчитать их с весом 1,2, да, можно взять по 1,2 и сложить. Но вот тут как раз сумма получится 3,5, ну, как ни странно, значит, получилось все правильно. Ну, конечно, ясно, что этот рецепт не всегда работает, но такой рецепт приближенный, да, S, это примерно клетки внутри плюс клетки частичные, вот это можно разделить пополам. Ага! Кстати, задача для всех придумать картинку, в которой такой рецепт не сработает в точном смысле слова. Да, 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 да. Ну, в общем, если... Вообще, мне очень нравится высказывание... Вот Владимир Игоревич Арнольд любил продвигать такую идею, что математика – наука экспериментальная, что нужно не только вот что-то такое слушать, что мы тут рассказываем, но ставить какие-то эксперименты. Вот, но вот удивительно... Вот в этом ничего удивительного пока нет, но замечательно, что этот рецепт можно небольшой модификацией превратить в настоящую, совершенно точную формулу для площади. Давайте это сделаем. Для этого есть... Нужно две вещи сделать, да. Во-первых, давай считать не клетки, в фигуре, а, значит, узлы. Сетки. А точная формулировка такая, что фигура должна быть выпуклой оболочкой некоторых узлов, да? Ну, как бы точно, да, определение, какие фигуры мы имеем в виду? Ну, значит... Можно начать с такого, что просто вот какая бы ни была нарисована фигура, можно написать, что, ну, примерно... Примерно равна, да? Что примерно площадь — это И плюс Б пополам. И это не комплексная единица. Где И — это не корень из минус единицы, как можно было бы подумать, а количество узлов внутри, да, вот. Значит, вот здесь И равно 2. Ага. А Б — это количество узлов на границе, то есть в данном случае 5. Раз, два, три, четыре, пять. Может, я обсчитался? Нет, я обсчитался. Ага, так. Но... Точность её будет хуже, да, чем... Ну, 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 то же самое иногда будет хуже, да. Вот здесь что получилось? Да, здесь получилось 4,5. Здесь получилось, я прошу прощения, 3,5, правильно? А нет, а мы как считаем? Мы считаем эти два, а эти... Да, ну, это 4,5. То есть мы ошиблись на единичку. Да, 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 4,5. Правильно, да. 4,5. То есть вот это 4,5. А это 3,5. Вот, ну понятно, это примерно то же самое, про что шла речь в прошлый раз, да, потому что можно каждую точку окружить такими квадратиками, но вот для внутренних узлов эти квадратики обычно лежат внутри, хотя они не всегда так, если честно, но здесь-то такие частично занятые квадратики. А, нет, тут не внутренний узел. Ну, на самом деле, вот этот внутренний узел на этот квадратик на самом деле лежит, вот я-то такие единичные, я пытаюсь единичные квадратики нарисовать, поэтому это примерно правильная формула. Это неудивительно, но вот что удивительно, что есть вот в точности правильная формула, если действительно фигуру рисовать, у которой вершины точно в узлах сетки, тогда будет верно такое утверждение. И все стороны именно как бы не кривые, а прямые, естественно. Да, такая вот многоугольник, там многоугольник с вершинами в узлах сетки, то будет верна прямо вот точная формула. И плюс пополам минус один. То есть вот эта формула ошибается всегда на единицу, не только сейчас. То есть она на самом деле бы все правильно дала. О, как. Блин, так это же очень просто, да, получается? Да, такой же не простой рецепт. Даже если какая-то фигура была очень сложной, можно ее посчитать, площадь, так очень простая. Потрясающе. Ну, в принципе... Я вот сейчас не шучу, я действительно не помнил этой формулы. Формула Пика, да, называется? Да, формула Пика. В 19 веке только придумали, хотя могли бы придумать, там, не знаю, какие-нибудь древние греки. Да, все феноменально просто. Может они знали, но как-то ушло знание? Ну, клеща-то и бумага на самом деле не такая, не такой старый концепт. Вот эту формулу сейчас иногда знают люди, которые, например, к ЕГЭ готовились, там, или еще что-нибудь такое делали, но обычно совершенно не понимают, почему это так, как ее доказать. Вот то, что это примерно правильный рецепт, это понятно, а как доказать, что это в точности правильный рецепт? Есть много разных доказательств. Давай я буду... Что стереть? Давай вот эту картинку стерем. Да, ты пока можешь рассказывать, да. Вот. А замечательно, что есть очень простое доказательство такое, которое мы сейчас обсудим. Вот прежде чем обсуждать доказательства, вот давайте вот как-то осмыслим, вот что это такое за выражение в правой части формулы Пика. Вот мы пока поступали очень грубо, вот мы считали, что если узел лежит внутри, то мы его считали с весом единицы как бы, а если на границе, то с весом половинка. Можно этот, во-первых, рецепт объяснить, а во-вторых, уточнить. Вот давайте так смотреть на какую-то фигуру, да, на клетчатой бумаге. Пусть есть какой-то, какой-то доугольник этот самый, и пусть есть какой-то его, пусть есть какой-то узел сетки. Вот с каким весом его, естественно, считать? Вот, естественно, сделать так. Вот давай нарисуем маленький кружочек вокруг нашего узла. И какая часть этого кружочка лежит внутри нашей фигуры, с таким коэффициентом мы этот узел и посчитаем. Давай вот напишем другое выражение. Так, тогда вот половина здесь два. Да, давай напишем сумма, вот я нарисую как-нибудь так условно, вот далее кружочек по всем услам. Так, и я должен поверить, что это правда ответ, да, правильный? Ну, конечно, тут еще осталось, значит, доказательство начать и закончить, но что здесь можно понять? Можно понять, что это очень... Давай поймем, что это правая часть нашей формулы для начала. А-а-а! Ну, смотри, это очень легко, значит, если кружочки маленькие, то все узлы внутри считаются с весом 1. Так. Все узлы на сторонах, вот это такая у нас фигура, считаются с весом 1,2. Так, хорошо. Но ты любишь решать задачи, вот теперь задача такая, а какой вклад дадут вершины? Разный. Вот, да, вот точки на сторонах все, наверное, вклада 1,2. Да. А если мы возьмем какую-то точку в вершине... Ну, вот здесь, например, надо с 1 четвертой, но они совершенно не все разные, да, 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 да. Давай их просуммируем, чтобы получится. Значит, вот это, значит, будет контур нашего новоугольника. Так, так, так. Такая, ну, не трапеция, четырехугольник просто какой-то такой. Ага, так. Это, на самом деле, замечательная геометрическая теорема. Значит, давай посмотрим, насколько вклад вершины отличается от 1,2. Ну, вот понятно, сколько. Давай я продлю каждую сторону. Так. Вот так продлим, да? Ну, так, ну, вот какую-то одну сторону. Ну, на внешние углы, да? Да, на внешние углы. На внешние углы золотые слова. Вот это отличается от 1,2, вот эта вершина, вот на такие штучки. То есть можно написать, что так было бы. Сейчас. Это было бы и плюс b пополам, но только это меньше, меньше на сумму вот этих внешних штучек. Минус? Минус сумма внешних углов. Внешних углов. Сейчас. Это, значит, только их в каких-то единицах сейчас надо измерить, да? То есть 1,2 здесь… Это… Да, мы измеряем… Круга, 2π. Мы измеряем круги, как доля от 2π, долю от 360 градусов. Так, и, соответственно, мы хотим понять… Так, плюс b… Так, b пополам отличается на сумму внешних углов. Да. Так, а сейчас… Есть какая-то формула, да, для суммы внешних углов? Ну, ну… Я забыл, да, всё. Ну, конечно, ну, конечно, посмотри. А, ну да, внутреннее… Вот мы идем так по границам контура. Мы здесь поворачиваем на первый внешний угол, продолжаем ехать, снова поворачиваем. Ровно один поворот. Здесь снова поворачиваем. А, ровно один поворот. Это ровно один поворот. А, блин, подожди. То есть, в отличие от суммы, я хотел вначале внутренние посчитать, а потом вычесть из какого-то выражения, потому что это глупость. Потому что проще именно сумму внешних углов. Ну, конечно, нет. Ну, какие-то люди узнают сумму… То есть, сумма внешних углов любого выпуклого многоугольника равна единице. Ну, равна 2π, можно было сказать. Да. 360 градусов. А у нас единиц. Вот это да! Ну, я не знаю. Сейчас, подожди, а как тогда? Подожди, а при чем тут тогда вот это? Или ни при чем пока? Да, нет, ну просто вот все углы, все точки внутренние дают суммарный вклад И, а все точки на границе дают вклад Б пополам минус один. А, сейчас, сейчас, вот здесь просто сгорели. Они не учитываются, потому что они дали по половине. Они просто дают по половине. Они по половине дали. Вот Б пополам, а эти товарищи дают чуть меньше половины. А, они и так дали Б пополам. Они и так дают половину. И нам не нужно 0 прибавлять, да. Нулевой внешний угол здесь. Вот, а здесь они дают чуть меньше половины. На единицу. Но вот суммарный этот дефект это единица. Так, так, сейчас, секунда, я обдумываю. И так, и так, и так, и так. Значит, если мы мало того, что по всем вершинам пройдемся, пройдемся вообще по всем узлам, лежащим на границе любого многоугольника, нарисованного на клетчатой доске, то сумма внешних углов равна единице. Потому что вот здесь они нулевые. Здесь эти внешние углы просто нулевые, да. Теперь мы, когда прибавим все эти внешние углы, мы возьмем половину, то есть развернутый угол в каждой клетке, которая здесь есть. И возьмем единицу в каждой ноте в ней. Да. То есть, иными словами, формула пика сведена к тому, что нужно просуммировать половины. Да. Да, ну вот смотри, это уже начинает такое больше напоминать площадь, да. Вот уже что-то такое постепенно вырисовывается. То есть мы уже переписали правую часть формулы пика как такую сумму. Отлично, осталось всего ничего. А на самом деле самая интересная часть доказательства осталось объяснить, что вот такая сумма – это площадь. Да. Ну вот. Ну для знатоков можно сказать, что формула пика чаще всего доказывают как-то сведением более простым фигурам, какая-то аддитивность. Индукция по числу вершин, да? Для ля-тополя. Отрезает треугольник. Да, и здесь это тоже, конечно, можно сделать. Это хорошо приспособлено, это такая аддитивная функция. Но мы вместо этого расскажем такое семиклассное доказательство, в котором никакой индукции нет. Такой придумал, придумали на самом деле во второй половине 20 века. Кристиан Блаттер, такой швейцарский математик, придумал. Это какой-то расцвет античной математики возник, да? А потом… А потом… А потом… Натуральный, античный. А потом Дилинь прочитал это доказательство и тоже немножко улучшил такой малоизвестный математик. Дилинь занимается не только страшными там какими-то формулами из алгебраической диаметрии серии чисел, да? А он еще и вот… Нет, ну так, по мелочи, по мелочи, по мелочи. Ну, в основном Кристиан Блаттер, конечно, придумал доказательство. Вот. Ну, замечательно. Для этого пригодится такая метафора тающего льда. Вот давай представим себе, что в каждом узле плоскости… Вот я раньше рисовал кружочек, а я теперь буду представлять себе, что это стоит такой цилиндрический столбик льда. Ой. Ну, в каждом узлу… Наверх стоит, да? Ну, вот вверх, да. В третье зрение. Да, да, вот мне тяжело рисовать трехмерные картинки, но вот так из доски торчит столбик льда. Так. Каждый лед там, каждый столбик весом, скажем, один грамм. Так. Тогда, значит, можно предварительно сказать, что вот это, это количество льда, количество льда внутри многоугольника. Но зачем нужен лед? Лед нужен, чтобы его растапливать. Давай включим там газовую горелку или там увеличим температуру и весь лед постепенно растопим. Давай. Но он, значит, постепенно растечется по всей нашей плоскости как-то равномерно. Но мы здесь поставим стену, да, и не будем его пускать изминогугольника? Нет, подожди, пока не будем ставить никакую стену. Он во все… А ледяные столбики стоят вообще во всех точках плоскости, вообще везде. Ну, да. Вот. И я напишу пока, что S, площадь, это, значит, количество воды. Воды внутри многоугольника. Ну, да. Если всего бесконечное, как бы, да. Когда все ставило, будет конечное количество в каждой фигуре, равное площади. Так, мы еще не закончили, да, нужно понять, почему это одно и то же. Пока я не понимаю. Я доплю. Нет, 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 тут совершенно такое нетривиальное рассуждение. Ну, давай, еще вот, наверное, нас смотрят не только нормальные люди, но и зануды, которых будет очень смущать. Там бесконечная плоскость, бесконечное количество воды, бесконечное количество льда. Поэтому давай построим заборчики такие квадратные вокруг каждого узла. Каждого узла построим такой квадратный заборчик, чтобы вода от этого столбика не утекала слишком далеко. Вот. Ну, если стоит такой заборчик, то ясно, что вода далеко не утечет. Сейчас, то есть, подожди, каждый центр даст ровно вот этот фигур. Да, 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 да. И в конце все будет заполнено водой ровно. Все будет заполнено в момент, да. Это так, это, можно этого не делать, это просто только для зануд. Ага. Вот. А теперь последний, значит, момент доказательства. Вот ты предлагал оградить многоугольник по контуру забором. Да. Вот я хочу сказать, что не важно, ставить там забор или нет, от этого ничего не зависит. Это удивительный факт, совершенно не очевидно. Но давай присмотримся, давай посмотрим. Иль, можно я переформулировал? Давай. Это означает, что если мы поставим забор и сперва растопим весь лед внутри забора, то его будет ровно столько, как если бы мы ничего не ставили и растопили весь лед. Да. И это как раз наш... Это как раз больше формулы. Да, но я пока не понимаю, почему она верная. А смотри. Это и есть, собственно, теорема. Да, это и есть наша теорема. Но смотри, давай посмотрим на какую-то сторону. Нам нужно доказать, что через нее сколько втекло воды, столько и вытекло. Правда же? Ну да. Ну так это очевидно. Вся картинка симметрична относительно центра этой стороны. Давай рассмотрим центральную симметрию. Все симметрично. Плоскость симметрична. Сейчас, подожди. Не понимаю. Да. Подожди, подожди. У вас здесь есть лед, да? Да. Вот не смотри. Забудь про то, что где-то есть еще другие стороны многоугольника. Вот просто подсвечена только одна сторона многоугольника. Вся картинка симметрична относительно центра этой стороны. Вот если вода из какого-нибудь столба... Ну какая картинка? Только эта сторона? Только как бы вот этот квадрат симметричный? Нет, почему? Нет, вот вся картинка... Вот есть огромная картина, огромная плоскость. В каждой целой точке стоит по цилиндру. Это картинка абсолютно симметричная. Поэтому... Поэтому... Ну вот сколько воды протекло... А, я понял. Забыть про многоугольник, да? Забудь про многоугольник, не думать про него. Поэтому сколько воды... Не думая, зеленые обезьяне, да? Абсолютно не думай. Поэтому сколько воды, вот например, вот так протекло, столько же воды протечет из симметричной точки в обратном направлении. Что везде стоит по столбику воды, да? Потому что вообще... Что может измениться, если мы проверим эту прямую, да? Потому что вот мы не угольник, а вся плоскость, вот вся наша плоскость, вся клетчащая решетка, симметрична относительно центра этой страны. Потрясающе. Значит так, через нее не течет вода, и все наши построения умозрительные, все наши плотины, да? Ну через другую терапию... Государство выделит грант на построение большой плотины, чтобы ни в коем случае ни капля воды не протекла через это посветание льда? Да, вот эта государственная граница совершенно иллюзорна. Она иллюзорна. Ее нет. Ее нет. Ее нет. Вот. Так, я как-то, понимаешь, я вижу и понимаю, но не могу это принять. Ну а это такое, по-моему, совершенно поразительное рассуждение. Абсолютно. Я не понимаю, в чем... Ну как бы как вот... Как вы видите... То есть смотри, мы ничего не делали. Ничего не делали. С временем пика нужно вот долго работать, что-то такое по индукции доказывать, там не знаю. С элементарными... Просто вода не будет течь через это... С элементарными треугольниками возиться. Все абсолютно тут симметрично. Все. Все будет... Ну да, здесь мы забыли про огораживание, наверное, вот такие, да, уже? Или... Нет, это гараживание тоже симметрично. Да, это симметрично. Но это такой технический момент. Можно про них... Если не волнуются, то можно про них забыть. Ну вот про это написано даже в журнале «Квантик». Ну и что, и потаяло, да? Не могло же течь... Не могло же после таяния... Не может ли это спонсировать эту или наоборот, да, водой? Ну да, сколько проспонсирует в одну сторону, столько и в другую. Даааа, блин. Это какая-то волшебная волшебство. Можно подробнее прочитать в журнале «Квантик». Вот. Слушай, подожди, а тут утверждают, что для невыпуклых тоже верно? Ну конечно нет, выпуклых... А невыпуклых же там сумма углов этих разве будет единица? Ну там углы со знаками, потому что иногда там... Углы со знаками? Чуть больше половины, да. Там отрицательные углы нужно выбрать, да? Ну, невыпуклыхость не важна, да. Невыпуклых не важна, на самом деле. Неважна. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Вот. Тащий лёд. И последнее, что хотел сказать... О-о-о-о, да, вот-вот-вот. Да, здесь замечательные картинки Марии Усейнова нарисовала для статьи. Это просто невероятно, это невероятно. Господи. Вот последнее, что хочется сказать, такое, что... Привет, физики. А вам это очевидно, да, физикам? Нет, ну смотри, это такое не физическое доказательство, да, такое, на самом деле, математическое просто такое. Такое. Такая иллюзия. Там вообще в исходной версии доказательства говорилось про распространение тепла. А знаешь, там вот любят все математики использовать уровнение теплопроводности, чтобы доказывать всякие удивительные утверждения. Но нет, такое совершенно математическое доказательство, на самом деле. Тащий лёд. Ёкарный бабай. Вот. Вот это да. Последнее, что хочется предложить, значит, ну можно зрителям, например, предложить подумать про такое, а вот можно рассмотреть фигуры не на плоскости, а в пространстве, такие многогранники, у которых целочисленные вершины. Что там? Что там, да. Надо знать какие-то факты про внешние плоскостные углы, да, там, пространственные. Ну там, вот, к сожалению, там есть некоторая проблема, что если ты возьмёшь произвольный многогранник, то ничего хорошего не получится. Например, если взять такой правильный тетрайдер, у него какие-то трехогранные углы очень нехорошие, и там вообще получится какое-то иррациональное число, в общем, получится совершенно неправильная формула. Ничего не будет, да, нормального? Ничего хорошего не будет, но... Но есть, да, спасение этой формулы? Но вот, но даже две разные вещи хочу сказать. Одна, что подумайте, при каком условии на многогранник вот такое рассуждение будет работать, и будет такая формула пика. На самом деле, вот прям такое рассуждение работает... Ну, для призмы. Ну, например, для призмы. Работает для... То есть для прямого произведения отрезка на плоскую фигуру. Нет, ну это не обязательно, не всё, нет. Нужно просто посмотреть на доказательства и понять, что используется. Такие многогранники бывают там в разных... Ну, там, в трехмерной... Для любви ки-четырехмерной, там, какие угодно. Обалдеть. Ну, просто не любые можно взять. А другое, что... Вот я хотел поагетировать, что разные люди, особенно там, кто в матш-школе учился или что-то, твердо знают, что не бывает формулы пика для трехмерных многогранников. Потому что так, значит, в книжке написано. Вот я хотел порекламировать, что формула пика, на самом деле, если правильно её понимать, бывает в любой размерности. И это, на самом деле, очень здорово. Не только для вот этих хороших, а для любых. Да, вообще любых. Вот для трайдера есть формула пика. Для любых, но она просто немножко сложнее. И это там связано со всем на свете, например, с сюжетом про сумму степеней. И там вот, если ты считаешь сумму квадратов, сумму кубов, ещё что-нибудь такое, ты на самом деле занимаешься общениями формулы пика. Нифига себе. Вот, но про это... Как раз этим вот я занимался только что. Ну, я... Пока ты не пришёл. Ну, для... Значит, это... Я давай напишу, что это называется теория Эрхарта. И какое это время? Ну, я забыл 60-е годы. То есть это реально возрождение греческой математики в наше время, да? Вот, теория Эрхарта. И про это у меня есть статья по журнале Математическое Просвещение. Тоже может желающий прочитать. Обалдеть, обалдеть. Да, слушай, спасибо огромное. Все ссылки, которые нам нужно будет к этому видео, ты мне скинешь, и мы их прикрепим просто сюда. Причём, в том числе и все, просто касающиеся лично тебя. Потому что любой гость имеет право порекламировать всё, что ему угодно, когда я его приглашаю. Что-нибудь прекламируем. Вот. Спасибо, Гриша, огромное. Всем Маткульт, привет! Привет. Вот. Привет.